всем привет вышли мы на прогулку наслаждаемся последними солнечными деньками мне кажется это уже бабье лето началось здесь германия потому что был период дождей холода сейчас так резко тепло а потом дальше опять будут дожди что свойственно для немецкой погоды зашла в гостик на работу подруги она у меня флористка смотрите какие шикарные букеты делает она у меня и все разные нет одинаковых букетов все разные розы лили смотри какие шикарные композиции вот тоже люблю такую работу когда-то работала флористкой хотелось бы работать пока не эти какие игрушки в в магазине есть комнатные какая красота это вообще шикарно как правильно называется цветок гипи астром нет дом много цветов половин название даже и не знаю половин писать половина нет красивый цветов азалия бегония это крутон давить вам правильно а помидорка это ягодки бритненькие помидорки не и ядовитые нет нельзя их кушать нельзя сразу крдых сейчас подруг сказал про это цветок рассказала как называется цветов хорошо от онкологии настои делают онкологически больным 3 блядь сегодня мы решили ужинать японской кухни пришли первый раз на новое место здесь платишь как буфет но один раз и зато кушаешь сколько хочешь я вам покажу систему как здесь делается ресторан находится в центре ройтлингена здесь такие старинные дома сейчас я вам посмотрю сейчас я вам покажу что вокруг я вижу здесь вот такой вот кесель туром называется этот туром переводится как башня башня сохранившаяся с с 1900-х годов вот здесь вот у нас кино cinema макс здание кино а вот сам ресторан японский ресторан сейчас пойдем туда вкушать платишь один раз получается за буфет и вот такая вот система на двигающиеся полосочки лентки вот так вот бегают суши всякие роллы и просто открываешь здесь вот окошечко и понимаешь что тебе интересно и на тарелку пустую ну нет наверно туда не кладешь вот дырянь идёт роллы суши всякие смотрите и супчики и буфчики то есть ловишь и кушаешь начали мы с нашей любимой лапши японской но ее очень любим следующие это вот такие вот запеченные суши 2 вот ровно здесь огурец сыр рис следующий шаг это вот так вот печеные суши рис рис и красное мясо все такое в панировке следующий шаг это вот такие вот с красной рыбой опять же огурец рис и сыр у меня сегодня заготовка опять на зиму это универсальная овощная витаминная заправка на зиму обязательно я делаю такую каждую год эту заправку делается она без стерилизации без заморозки что для какие ингредиенты надо 2 килограмм помидоры 2 килограмм моркови перец болгарский тоже здесь у меня два килограмма разного цвета зеленого желтого красного нарезал соломкой и лук тоже 2 килограмм полукольцами и сюда 2 килограмма соли эту заправку я всегда добавляю первые блюда мясные соусы что в этой заправке овощи прекрасно сохраняет свой аромат и вкус сейчас вот так все перемешиваем заготовку я хорошо перемешала я оставила на 30 минут овощи обидите хорошо уменьшились в объеме и пустили прямо хороший сок сейчас разложим всю заготовку чистые банки я уже приготовила разложила я заправку по банкам хорошо утрамбовала у меня объем банки полтора литровая вышло у меня пять банок сейчас закрою обычным пластмассовой крышкой и хранение у меня вот хранится в холодильнике заправку добавлять за 10 минут до готовности любого блюда с такой заправкой любое блюдо будет по-летнему свежим и вкусным и ароматным готовьте нас вот таких заправки вышли мы из этого ресторана наелись объелись сейчас уже лопнем буфет но вот этот буфет это называется в германии когда ты платишь один раз и набираешь потом себе сколько хочется называется буфет за одного человека буфет стоит 1780 то есть может сказать 18 евро до 18 евро этого рубля где-то 1500 наверное до 1500 рублей ну где-то вот так вот 20 это 1600 вот сами считаете дорого или недорого здесь это недорого считается мы наелись объели сколько хотели так евро так суши стоит 8 штук если сам заказываю что где-то 11 12 евро стоит порция мы вместе с чаевыми заплатили 48 евро в обычных ресторанов мы тоже так же всегда оставляем но хочу сказать мы сегодня намного больше наелись проходим мимо вот такой вот витрины здесь выставлены афганистанские ковры вот написано здесь афганистанские коврики ручной работы я так поняла зрительные цены такой маленький стоит 86 на 120 это 215 евро это где-то 16 но больше чем 16 тысяч рублей самый большой это 895 это 900 евро 9 8 7 272 тысяч рублей но такие вот но я бы не сказал что прям супер красивые он тут вообще смотрите 1650 это ужасно очень дорого даже такая маленькая подушечка 179 но красили вот такими вот аттракционами в честь какой-то ярмарки народу здесь полным-полно катаются колесо обозрения красиво конечно ничего не скажешь хочу заметить что официант в ресторане которым мы сейчас были такая немножечко неприветливая женщина и нас она не особо взлюбила то что мы может пришли без резервации столика да и то что мы с колясочкой для нас специально увидели такой стол где на четверых так-то мы вдвоем же за два взрослых но выделили стол на четверых так как у нас еще собой коляска она была такая и видно было что мы как раз недалеко от входа сидели и видно было что заходящих она не сразу бежала на их встретить обычно здесь заходят да сразу тебя встречают спрашивают там это это в принципе везде она так с недоброжелательным лицом подходила и даже иногда не подходила люди стояли по 5 по 10 минут чтобы она к ним подошла но в конце когда мы оплачивали наш счет мы оставили ей чаевые и что вы думаете человек сразу поменялся в лице она сначала нам другую купюру дала увидела что-то купюра мятая сразу ее убрала ой извините сейчас вам это другую купюру которая не мятая уже дала и сразу так а спасибо дебеди улыбалась но мы тоже с мужем так обратили внимание как все таки деньги меняют людей да правда вот нужно сказать таком случае деньги меняют людей